Святого Духа, дорогие христиане, с первым каноном, с первым днём канона поздравляю вас. Всё быстро проходит, пройдёт и это, и ловите время. Я хотел бы вам сказать сегодня следующее, что мы в дни скорбей всенародных или личных познаём Господа по-другому. От нас отлетает много шелухи, и мы узнаём сами себя, и узнаём жизнь по-настоящему. И для того, чтобы вам дать себе урок молитвы, я беру «Не удивляйте себе на помощь» Требник сегодня, это вообще бесценная книга, и возьму сейчас одну молитву из чиновенчания, которая вроде бы ничего не имеет к посту и к нашим сегодняшним дням, но сейчас я скажу, почему именно эту и что хочу вам сказать. В Евангелии, как вы помните, есть слова Господа о том, что не молитесь как лицемеры, не молитесь долго, потому что Отец знает ваши прошения, ваши нужды прежде прошений. Но в том же Евангелии тот же Господь говорит в других местах, что нужно быть похожим в молитве на человека, который пришёл к другу за хлебом, потому что у него гостей, еды нет, а друг ему из дома говорит, что я уже на постели, и дети мои со мною, не тревожь меня. И Господь говорит, истинно говорю вам, что если тот, что в доме, по дружбе не встанет, то нужно стучать дальше, и он как бы за неотступность пришедшего даст ему. И вдовицу некую Господь нам по свободе ставит в пример, которая имела тяжбу у судьи, который Бога не боялся, не страшился людей. Но эта бедная женщина, добрая, была упорная, она надоела судье. И судья сказал, хоть я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но вдовица эта убогая меня утомила просьбами, и я сделаю то, что она хочет. «Слышите, что говорит Христос? Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не поможет рабам своим, вопиющим к нему день и ночь?» То есть речь идет в определенные времена о неотступности в молитвах, о настырности в молитвах, об упорстве в молитвах. То есть иногда и упорство помогает человеку. Поэтому сказано «стучите», откроют, ищите, найдете, просите, получите. И вот для иллюстрации этой настырности я предлагаю вам одну из молитв венчания, чтобы вы слышали, это было известно и старозаветным людям, праведникам Ветхого Завета. Они умоляли Господа, ну, примерно так. «Господи, помоги мне или помоги нам. Господи, услышь меня и помоги нам. Услыши, Господи, и помоги нам. Не спи, Господи, но помоги нам. Я тебя прошу, Господи, помоги нам. Мы все тебя просим, помоги нам. Ты сам сказал, призови меня и услышу тебя. Вот мы зовем, услыши нас, помоги нам, помоги нам». И вот с такой настырностью, такой дотошностью, с такой некой духовной наглостью даже, я бы сказал, которая в данном случае весьма полезна и благословенна, люди умоляли Бога о разных бедах и были услышаны. Вот вам молитва венчания. Вторая молитва чина брака венчания. «Благословен, если Господи Божий наш, тайного чистого брака священно действителю, телесного законоположителю, не тление хранителю, там пропустим кое-что, значит, «Ты сказал, Господи, создал жену, которую, видев Адам, рече, сияны не костят костей моих и плоть от плоти моей я. Наречется сия жена, яка от мужа своего взята бысть сия. Сего ради оставить человек отца и матери, прилепиться к жене своей, и будут два в плоть едино». Вот стоит будущий муж, будущая жена, невеста с женихом. И дальше просится так. «Сам и ныне, Господи, не спасли благодать Твою небесную на рабы Твоя, и мерек, и мерек, дашь рабе Твоей сей во всем повиноватися мужу, рабу Твоем быть и во главу жены, да поживут по воле Твоей». И поехали. «Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Авраама и Сару. Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Исаака, и Ревеку. Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Якова и вся патриархи. Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Иосифа и Осинефу. Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Моисея и Сипфору. Благослови их, Господи Божий наш, як уже благословил Иси Якима и Анну. Благослови их, Господи Божий наш, як уже Захарию и Елисавет». Слышите? Настырное повторение одного и того же. Язык болит у попов, как правило, читать это все подряд, а это еще не конец. Заметьте себе сразу, что здесь есть еще предметное знание Священного Писания и настырность. Поминаешь всех, кого знаешь, и просишь для одних конкретных мужа и жены благослови. Дальше. Сохрани их, Господи Божий наш, якожи сохранил Ноя в Ковчеге. Сохрани их, Господи Божий наш, якожи сохранил Иону в Очреве Китове. Сохрани их, Господи Божий наш, якожи сохранил Иси святые три отроки от огня, не спаславы им росу с небесе. И да приидет на них радость оная, и уже им ошиблаженная Елена, когда обретечесный крест. Помяни их, Господи Божий наш, якожи помянул Иси Еноха, Сима и Илью. Помяни их, Господи Божий наш, якожи помянул Иси святые Твоя четыре десять мученики, не спаславы им с небесе венцы. Помяни, Боже, воспитавшие их родители. Помяни, Господи Божий наш, рабы Твоя, у невестившиеся, сшедшиеся в радость сию. Помяни, Господи, раба Твою и гоемерек, и рабу Твою и гоемерек, и благослови я. Вот вам пример того, как молится церковь, наученная еще ветхозаветной благодатью настырно умолять Создателя о том, что тебе надо. При том, что брак – это радостное таинство. Помните же, первое чудо Господь на браке совершил? Ни одного калеки, ни одного прокаженного, ни одного слепого, ни одного бесноватого. Потом Евангелие читаешь, вокруг Христа одни бесноватые, злые, хитрые, кривые, хромые, слепые, горбатые, паршивые, всякие. И он в этом лепрозории движется, как Царь Небесный, и смиренно исцеляет множество. Но первое чудо было на браке, и уже там нужна была настырность. Уже там, видите, мы читаем эти молитвы брака, то есть там благослови, сохрани и помяни. Благослови, и Господи Боже наш, как уже благословилось, и т.д. Того-то, и того-то, и того-то. У вас, например, кто-нибудь, скажем, находится в опасности, допустим. Или вы просто тревожитесь о чем-нибудь, о себе, о родных, о всей стране, о солдатиках наших, о всем, кому хочешь. Помяни их, Господи Боже наш, как помянул, допустим, Еноха, Сима и Илью. А еще лучше, сохрани их, как Ноя в ковчеге. Про Ноя и ковчег все помнят. Сохрани вот этого, или эту, или этих, или всех нас, как Ноя в ковчеге. Сохрани их, как Иону в очреве Китове. Про Иону в очреве Китове все помнят. Тоже удивительная вещь. Человека проглотило большое животное морское, и там можно было с ума сойти от страха, но он там в очреве начал молиться. Ну где такое видно на земле вообще? Человек попадает в беду, вместо того, он забывает все. Отче наш вспомнить не может от страха. Или еще что-нибудь случается, у него опускаются руки, расслабевает душа, и он не то что молится, возникает вопрос, он вообще верующий он или не верующий. Иона попадает в кишки к огромному подводному животному, и там поднимает руки крестообразные, начинает молиться, и Кит его изблевывает, для того, чтобы он продолжал свою миссию. То есть продолжается, его послал Господь, и потом ничего не заканчивается. Он бежал на корабль, там корабль штормило, его выбросили, Кит проглотил, он молится, Кит его извергает на сушу, и Господь опять ему говорит, иди туда, куда я тебе повелел. То есть все начинается сначала. И он идет. То есть совершенно невозможная жизнь для простого человека. Но это примеры для нас, что проглотил тебя Кит на молитву, кинули тебя в львиный ров на молитву, ну а куда еще, как Даниил. Случилось там что-нибудь еще, как Анна бесплодная, нет детей, на молитву. Моисей у кромки моря, фараон за спиной, 600 тысяч народа под рукой, на молитву. То есть на молитву становись. Это такой лозунг всем верующим людям. Вот именно в этот Святой Великий Пост, именно в эти святые дни, которые святые, они святые, несмотря ни на что, это святые великие дни, Великая Четыре Десятница. Так что вот здесь мы видим такие две вещи. Предметное знание Священного Писания, хорошее, и настырность, однообразная настырность. То есть помоги мне так, как ты помог Илье. Помоги мне так, как ты храни нас так, как ты хранил Давида. Храни нас так, как ты хранил, допустим, того же Иону. Береги нас так, как ты берег Авраама и жену его. И вот это однообразное повторение одного и того же, это, собственно, то же самое, что когда вода камень точит. Что такое вода? Вода, что такое камень? Это камень. Но вода кап-кап в одно место, кап-кап-кап-кап, и дырка через какое-то время. Вода точит камень, это факт. И сердце точится как камень однообразным повторением одного и того же слова. Как один из оптинских сказал, что в принципе сердце человеческое твёрдое, и оно пробуравливается насквозь в течение долгого времени при однообразных покаянных молитвах, а иногда в одну секунду Божьим сверлом, сверлом скорби. То есть ты там молишься, молишься, а у тебя в груди камень, молишься, молишься, а у тебя в груди камень. Потом вдруг заработало такое божественное сверло и дырка насквозь, и полились слёзы. То есть то, что ты за год не сделаешь, Бог в секунду сделает. Но пока есть возможность, не ждите Божьего сверла. Капайте на сердце водой однообразных, настырных, твёрдых, упорных молитв согласно Евангелию. Здесь нет ничего того, что бы противоречило Божьему Слову. Будьте похожи на эту бедную старую вдовицу, которая умоляла своего судью бессовестного, и он дал ей то, что она хотела, потому что она его утомила. Мы не утомим Господа, но он сам говорит, давайте, вперёд. Если бессовестные люди сдаются перед настырностью, то и Божьи люди, или сам Господь, Отец Челелоколюбивый, преклонится к нам на милость. Уходя из храма, уходите с молитвой, потом смотрите, в машину садитесь, Отче наш читайте, или Богородицу читайте. Двери дома открываете, Отче наш читайте, или Богородицу читайте. То есть молитва пусть будет всегда, потому что её очень не хватает. И поскольку греха много, а молитвы мало, то лукавый имеет большую власть над жизнью человеческой, и мы все от этого страдаем. Но эти святые дни для того и подарены Богом Церкви, для того, чтобы молитвы стало больше, а греха меньше, и чтобы ослабели узы лукавого. В этом смысл всех наших с вами коленопреклонений, воздержаний, чтений, псалмопений и всего остального. Господь да укрепит и нас с вами, малое своё стадо, и всех тех неизвестных нам по имени, но вот этих всех христиан мира, которые сегодня взяли на себя по мере сил своих молитвенный труд. Аминь и Богу слава. До завтра.